Пандемия отступила, ограничений нет. Это позволило расширить возрастные рамки. Первыми на старт кросса нации вышли самые юные скетинцы – воспитанники детских садов. А вместе с ними и родители. Им нужно преодолеть дистанцию в 500 метров. Для того, чтобы сплотиться, чтобы почувствовать дух, что мы все вместе рядом. А как ты думаешь, что нужно для победы? Быстро бежать! Учащиеся начальных классов бегут 800 метров, а всем остальным предстоит справиться с километровой дистанцией. На старт выходят любители и профессиональные спортсмены, причем не только легкоатлеты. Среди бегунов есть и боксеры. Это хорошо. Главное, когда занимаешься спортом, не курить, не пить. Ну и не лениться. Надо выкладываться на полность. Всероссийский день бега кросс-нации – самый массовый спортивный праздник в России. Впервые его провели 18 лет назад. Старты были даны в 21-м городе России, а участие приняли почти 100 тысяч человек. Цель – объединиться. Цель – здоровье. Цель – спорт, норма жизни. Ну и наша политическая – это сейчас обстановка в стране. И видите, какой наш народ. Наш народ объединился. Бежать – значит бежать. Побеждать – значит побеждать. Я говорю вам огромное спасибо, кто сегодня пришел на это мероприятие. Всем хорошо сегодня посоревноваться, получить заряд бодрости, пообщаться. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. В нашем городе кросс-нации тоже стал традиционным мероприятием. В этом году он собрал рекордное количество участников. На старт вышли 552 эскитимца. Продолжение следует...